Всех боевых действий в полном составе, какими бы они ни были, чтобы этого не продолжалось, чтобы президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин прекратил дальнейшие боевые действия, прекратил бомбежку, прекратил посылать сюда военнослужащих своей армии для уничтожения мирного населения, детей, для нанесения авиабомбовых ударов. Поймите, пацаны, здесь нету ни фашистов, никаких злодеев. Мы воюем против мирной нации, которая жила прекрасно и жила бы еще без нас. Ужасное, бесчеловечное. Это ничтожно. Это сущий ад. В этой ситуации мы фашисты. Здравствуйте. Это была запись из передачи украинского радио. Я не успел с самого начала записать, потому что я не знал, что будет такой репортаж. Это российские военнослужащие, которые в СБУ дали свои свидетельства о том, как они понимают происходящее со стороны России на территории Украины. То есть это не точечная военная операция, а самая настоящая война. Добрый вечер. 18.10. 9 марта 2022 года. Я сегодня уже записал одно сообщение. Но к вечеру, как раз вот я сейчас тут дал котам покушать и готовлю еще на вечер, чтобы им дать покушать на ночь. И слушаю весь день радио и услышал, что военнослужащие, которые были взяты в плен и которые были арестованы. Ну там сбитый летчик один есть и там командиры подразделений российской этой сраной хваленой армии. Вот они там плачут, молодые мужчины, молодые парни и там детям, наверное, их там по 3-5 лет. Ну в общем, понагоняли из России молодежь без мозгов и, как оказалось, не все были введены в заблуждение тем, что военные учения будут проводиться на территории России и Белоруссии под границей с Украиной. Офицерам сообщили, что будет самая настоящая война, но им приказали своему личному составу, подчиненным, эту информацию не доводить, а поставить перед фактом уже тогда, когда они войдут на территорию Украины. Сегодня вечером передали информацию о том, что из Ирпеня, это под Киевом городок такой, из Гастомеля и из Ворзеля, не удается в соответствии с достигнутой договоренностью эвакуировать женщин, детей, стариков, потому что российские военные обстреливают эти автобусы и таким образом приостановилась эта эвакуация. В Тростенце, Сумской области, этот городок захвачен российскими военными, несмотря на то, что этот город героически сопротивлялся нападению российских этих орков, этой хунты фашистской, россиянской. Но это ненадолго. Их выбьют оттуда. Эти захватчики издеваются над местным населением, выгоняют женщин и детей из их домов, частный сектор там есть, и сами вселяются в эти дома, сами живут, жрут продукты, которые есть и в домах, и в погребах, и в кладовках. Люди из своих домов выгнаны на улицу, на холод, на мороз. Сегодня ночью градусов 5 мороза было, и на ночь обещают до 8 градусов мороза. Ну вот, Черниговская область Украины, это бывший городнянский район, теперь это Черниговский район Черниговской области. Мое село находится в 60 километрах, приблизительно 60 километров от границы с Россией, и приблизительно 50 километров до Чернигова. Чернигов сегодня обстреливали с утра. Из Чернигова тоже эвакуация населения производится, потому что две трети города, как сообщил мэр Чернигово-Трозченко, оказалось без отопления, без обогрева и без электричества. Повреждена линия электропередачи Чернобыльской атомной электростанции между Славутичем и Чернобылем. Российские вояки. Высоковольтную линию 750 киловольт. Вот мачту большую такую сбили. Ну это специально, целенаправленно стреляли для того, чтобы эта мачта завалилась. И в результате Чернобыльская АЭС, она оказалась обесточенная. То есть сейчас необходимо там, чтобы циркуляционные насосы работали, прокачивали воду в тех резервуарах, которые охлаждают радиоактивные элементы, а электричества нет, насосы работать не могут. Вот и таким образом там будет температура повышаться в этих резервуарах, без прокачки, без охлаждения. И это может привести к очень печальным последствиям. В общем, на территорию Украины напала дремучая орда татаро-монгольская. Орки самые настоящие. Это не Россия, это Мордор, как в фильме было показано. Вот как показали в фильме этих мордорцев, этих орков дремучих, это зло. Вот то же самое фактически сейчас происходит на территории этой Российской Федерации. Путин закопался, этот карлик, эта крыса, закопался на большую глубину, на километровую глубину. В бомбоубежище ядерное, где-то в Уральских горах, там в одной из двух. Или в Уральских горах, или там рядом где-то с ними. В общем, мало кто знает, где это все находится. Перепуганное такое маленького роста существо, которое всего боится. Шизофреник, психопат и параноик. И подписанное соглашение между украинской властью и российскими властями по организации зеленого коридора, по эвакуации населения из городов Ирпень, Гастомель и Ворзель. Они обстреливают автобусы с этими людьми и не дают возможности людям эвакуироваться. Ну, в общем, как всегда было известно, что любой договор с Россией не стоит даже той бумаги, на которой он написан. А почему так происходит? Потому что Россия по своей сути является склочной, хищной, кровожадной, паскудной, мерзкой, бессовестной бабой, которая решила развестись с мужем, отжать у него все его имущество, забрать детей, поставить мужа на алименты, отхапать у мужа все, загнать его в кабалу долговую на многие годы. И даже довезти его до могилы для того, чтобы он жить не мог. Ну, то есть просто загубить его, потому что ей так хочется. И так как у бабы такой совести нет, абсолютно никакой, то любой договор с ней, он абсолютно бесперспективный, потому что выполнять она его не будет. И взывать к совести, к порядочности, к честности, к справедливости, к каким-то душевным, человеческим добрым качествам бесполезно, потому что как у склочной бабы, которая киданула мужа, как и у России абсолютно никаких признаков совести нет. Ну, тем более, что Путин параноик, он психопат, а психопатия – это тяжелое, неизлечимое заболевание, полное отсутствие эмпатии, то есть сострадание, сочувствие, обслуживание только своих личных корыстных устремлений, целей. И с Путиным бесполезно договариваться. То есть такие существа, они боятся только силы и только угрозы личной безопасности и смерти. То есть сейчас всему мировому сообществу нужно максимум ввести санкции против этой российской Гребаной Федерации, для того, чтобы ввести ее в такое состояние, чтобы там люди уже выходили на площади, на улицы, несмотря на принятые Госдумой законы, вот эти фашистские, что за высказывание правды о войне 15 лет уголовного срока будет содержание в тюрьме. Так вот, даже несмотря на вот эти фашистские законы, люди будут выходить на улицы, сопротивляться, бастовать и свергать эту проклятую фашистскую хунту, которая сидит в Кремле и которая гнобит все народы и национальности на территории самой Российской Федерации и лезет на чужую землю и посылает своих детей, сыновей и внуков на территорию соседнего суверенного, свободного и независимого государства с той целью, чтобы пограбить его, захватить, прихватить, ну как всю жизнь татаро-монголы делали, и для того, чтобы на этом поживиться и на... сейчас я тут добавлю чуть-чуть риса в суд, чтобы на этом захвате какое-то время процветать, потому что сами, своими руками, ничего полезного создать не способны. Все только на воровстве, захвате, на отъеме, на прихвате, на грабеже, на мародерстве. Всегда это все, всю свою историю. Вот этот проклятый Мордор, это московское княжество, улоз Золотой Орды, все время он так и существовал. То есть менталитет он с тех пор никак не поменялся и никогда не поменяется. То есть радикальными методами нужно решать эту проблему. Максимум экономических санкций вводить против России, арестовывать все счета за рубежом, всю недвижимость, все самолеты, все корабли, для того, чтобы все, что ходит под флагом России, было арестовано, заморожено. Арестовать дочь вот этой грустной лошади Лаврова, министра иностранных дел, которая проживает в США, она на русском языке с трудом разговаривает, она на английском языке говорит многократно лучше, чем на русском языке, посадить ее в тюрьму и пусть она сидит до тех пор, пока не прекратится эта война России против Украины. И точно так же поступать со всеми детьми, внуками чиновников российских, которые находятся в Европе и в Канаде, в США и в любых других странах. Просто арестовывать, сажать в тюрьму и держать их как заложники до тех пор, пока не прекратится эта паскудная, проклятая, необъявленная, мерзкая, подлая, геноцидная война против украинского народа. Матери России, обращайтесь к своим детям, сыновьям своим, ко всем мужчинам, которые находятся на территории Украины и посланы были с вот этой вот как бы освободительной миссией против украфашистов с целью освобождения русскоязычного населения от угнетения, которого на самом деле нет. Звоните им и требуйте, чтобы они сдавались в плен, перестали стрелять, прекратили уничтожать население Украины, убивать детей, убивать матерей, отцов, дедушек, бабушек. В общем, идет уничтожение просто украинского населения. Это полное безумие. Такого не было с времен Второй мировой войны, когда Гитлер напал на Советский Союз, потому что он предполагал и предчувствовал, что если он не успеет напасть на Советский Союз, то Советский Союз нападет на Германию. И поэтому Гитлер чуть-чуть опередил Сталина, и Сталин был в шоке от того, что он чуть-чуть не успел с воплощением своих планов в жизнь для того, чтобы захватить Германию и в Европе построить интернационал для того, чтобы там вся эта территория была оккупирована Советским Союзом. Так что этот Мордор, это проклятущее московское княжество, этот улуз Золотой Орды, он никогда не изменится до тех пор, пока он не будет до основания разрушен, и пока он не распадется на сотню мелких структурных подразделений, государств свободных, независимых, с каждым из которых уже все государства мира будут строить прямые политические и экономические взаимоотношения, минуя этот проклятый Кремль, эту хунту кремлевскую, которая с повернутыми мозгами, вверх тормашками поглощена идеей порабощения мира, построения великого русского мира по всему миру. Ну это полное безумие, это шоссоврения, это психопатия, это в голове не укладывается у нормального человека, как это все можно охарактеризовать. То есть там подавляющему большинству, если не психиатрическая больница нужна, то нужна петля или пуля в лоб для того, чтобы прекратить их злодеяния против соседнего мирного народа, который они устроили вот этой вот подлой коварной войной против Украины. Слава Украине, слава героям Украины, слава защитникам Украины. Чернигов обороняется героически, Харьков обороняется, Херсон обороняется, не удалось захватить эти города. Сумы героически обороняются, Ахтырка, несмотря на то, что ее тяжело бомбили, там были тяжелые бои, обороняется. Не вошли туда российская, это фашистская хунта, войска эти Российской Федерации. Другие города тоже несут колоссальные потери в этой неравной захватнической войне, потому что даже вот я тут, живя в 50 километрах от Киева, вчера весь день и всю ночь сегодня слышал и видел через окно вспышки света от взрывающихся снарядов и от того, что там и бомбили коврой, бомбардировкой, установками Типоград Чернигов. Из пушек стреляли, обстреливали и разрушали и жилые дома, и больницы, и роддома, и в общем, все что угодно. Куда снаряд долетел вслепую, куда он попал, то он разрушил. Я надеюсь, что эта проклятая паскудная война скоро закончится, и Россия, она уже находится в жопе мира, потому что столько экономических санкций против нее принято, что народ скоро взвоет и будет проклинать этого паскудного карлика, который уже больше 20 лет у власти, проклинать его будет, на чем свет стоит, и уничтожат его сами. Задавят руками и сожгут его в крематории или просто на костре, разопнут его, и от него и пепла никакого не останется. От этой мерзкой шушеры, этой крысы бункерной, которая испоганила всю жизнь людям на территории Украины и ввергла Россию в экономическое такое бедствие, и просто жизнь сбросилась к колеи. Вот ехал-ехал поезд, и кто-то вдруг подорвал посреди состава железнодорожные рельсы, и поезд частично сошел с рельсов. Так вот Россия не частично сошла с рельсов, а она целиком сошла с рельсов, и упала под откос и экономический, и политический, и какой угодно. Желаю защитникам Украины 100 лет жизни, здоровья вам, благополучия. Огромное вам спасибо за то, что вы защищаете нашу родину, Украину. Всего вам хорошего, до свидания, до следующих выпусков моих сообщений.